Всем привет! Меня зовут Светлана Никитчук, и вы на моём YouTube-канале. Уже более трёх тысяч девушек, женщин и мужчин прошли мой авторский курс «Ешь честь худей». И сегодня у нас будет интервью ещё с одной моей выпускницей, которая прошла у меня курс в 2018 году. Уже больше года, как она, выпускница моя, удержала вес, и изменила свою жизнь просто кардинально, и сегодня она поделится своей историей. А для того, чтобы понять, как проходит курс и насколько он вам подходит, вы можете подать заявку на первую бесплатную неделю курса, написав мне в WhatsApp. Мой номер телефона будет в описании под этим видео. Ну, идём смотреть интервью. Лен, привет! Привет! Рада видеть тебя очень. Тоже взаимно. Сегодня, сейчас прямо скажу пару слов нашим зрителям. У нас сегодня необычный гость. Мы сейчас запустили такую рубрику «Звёзды проекта «Ешь честь худей». И это правда так, потому что их знают все, кто у меня были на марафоне, все, кто были у меня на проекте. Они все очень плотно дружат. И вот действительно самые такие яркие, классные результаты. Конечно, хочется освещать и рассказывать о них. Вот сегодня у неё в гостях Лена. Она расскажет немножко о себе. Лен, расскажи, откуда ты? Привет! Я Яшина Елена. Я художник, педагог. И сама я из Людиного, Калужской области. Есть такое городишко небольшое в провинции. И вот как-то так случилось, что, будучи художником творческой натуры, мы встретились со Светой. Да, мы познакомились с Инстаграмом, на одном из проектов, да? Да, да, да. Я работаю в художественной школе, преподавателем. Всю жизнь занимаюсь творчеством. Вот расписываю платочки. Успеваю между уроками, между домом и семьёй, как бы заниматься творчеством. Класс. Лен, мы с тобой уже знакомы год. Да. Год, сентябрь, даже больше. Год и два месяца, можно сказать. В сентябре, ровно год назад, ты была у меня на восьмом потоке курса. Расскажи немножко вот свою историю, как... Понятно, что ты пришла похудеть в тот момент. Да, да. Как ты набирала вес? Какой вес был критический? Вот немножко свою историю набора веса, похудения. Что ты делала? Почему решилась, что надо наконец-то что-то понять о похудении, а не просто худеть? Ну, история у меня очень интересная, и она у меня такая, волнами, скажем так. Всю жизнь я думала, что я похожа на папу. Папа у меня астенического такого типа сложения. Ему 66 лет, у него до сих пор кубики на животе. Он такой высокий, стройный, статный. И мне всегда казалось, что я пошла в их породу, и я всегда буду худая. Поэтому проблема веса меня никогда не волновала, и я всегда была уверена в том, что я буду всегда худая, красивая и стройная. Поэтому у меня не было никогда дома весов. Они, видимо, просто не нужны были. Это была моя первая ошибка. Потому что, ну, я не скажу, что некоторые начинают полнить там после родов. Конечно, какие-то прибавки в весе у меня были не очень такие значительные. Как бы я не скажу, что я вес набирала именно после родов. Ну, в процессе как-то вот обычной и текущей жизни я как-то первый раз заметила, что я поправилась на килограмм на 10. У меня было... Мой любимый вес был это 58-59 килограмм. И вот я начала обнаруживать, что у меня уже 69-70-74. И тогда я задумалась о том, что мне надо худеть. Слушай, у тебя весов не было. Ты откуда это узнала? Кто тебе сказал? Да, я приходила к подружкам, приходила к знакомым. Я иногда там где-то в поликлинике в какой-нибудь взвешивалась. И вот как-то я так это обнаружила. Вот. Потом, конечно, весы появились уже, когда я начала понимать, что вес мой меняется. Вот. Тогда я захотела похудеть. А в каком возрасте вот начал меняться вес? Ну, где-то лет в 25-26 уже начался меняться вес. И вот где-то к 30 годам я вот поняла, что я всё-таки набрала. Вот. Меня это стало немножко пугать. Я стала искать варианты. Голодовка была. Это не мой вариант абсолютно, потому что я любитель покушать. Любитель как бы не голодать. Противник абсолютный. Тогда я нашла проект. Назывался, называется он там «Диета онлайн». Там я нашла калькулятор, подсчёт калорий, какие-то там статьи. Ну, насколько всё это я могла понять, то подсчёт калорий я вела совершенно неправильно. То есть я наливала себе суп, там тарелка борща, бежала в калькулятор, считала, где он, сколько он. Съедала там сушку, конфету, искала в калькуляторе, записывала. Получалось, что где-то к часам, к четырём я уже дня, я уже набрала полностью весь свой рацион. У меня был перебор. Уже лимит. Они говорили, вот у меня, там я беру с собой контейнеры, там приготовила на завтра. Я не понимала, что значит приготовила на завтра. У меня вот по ходу было. Для меня это было мучительно, это выматывало меня, потому что вот я конкретно бегала, считала каждые 15 минут, что я сейчас съела. Это был совершенно неправильный подход, поэтому я быстро это забросила, но вес я достигла тогда. Я тогда вернулась в 62 килограмма. Вес продержался у меня где-то год. Я потом забыла обо всём, опять перестала взвешиваться, опять обнаружила потом уже, да, что у меня постепенно, где-то через полтора года я опять набрала и набрала с добавкой. Плюс ко всему я ещё астматик со стажем, мне где-то лет 15 уже этот диагноз. Врачи его ставят, но я им не верю. Но каждый раз, возвращаясь из отделения, я увеличилась килограммов на 5, так это как поездка в Турцию. То есть все вот эти гормональные вливания лекарств, они всегда мне добавляли лишних килограмм. И вот критический вес, я помню, где-то был примерно где-то в 2014 году, я помню, нашла даже запись, где 92,2 килограмма. То есть я сейчас, я не знаю, вот сейчас я вешу 70, мне страшно подумать о том, что этот вес был. Представляешь, на 22 килограмма больше. Да, и просто-напросто я, и я, как и многие девчонки, я все фотографии удаляла. Вот мне сейчас сложно, я ищу по всем знакомым, каким-то сторонним фотографиям. То есть где-то я нахожу, вот сейчас они на весь золото, те фотографии, которые я удаляла дома. Потому что я их просто нещадно исключала вообще из всех альбомов. Там где-то на дальнем пламени я всегда старалась куда-нибудь уйти, чтобы чисто личико было видно, вот, чтобы не было видно моего тела. И, скажем так, я не знаю, когда, учитывая, что у меня были весы, ну, часто, допустим, я сбывала батарейку сменить. Или, может быть, психологически мне страшно было видеть те цифры, которые. И я мало задумывалась о том, что мне надо этот вес сбрасывать. Конечно, оно, как у любой женщины, в голове висело. Мне надо похудеть, мне надо похудеть, там, каждый раз, видя свои фотографии где-нибудь, там, в публикациях, на сайте, там, школы, где-то там. Все равно же мы фотографируем постоянно вот это все, да, какие-то семейные фотографии. То есть я понимала, что я выгляжу на них просто ужасно. Мне было так страшно. Я не знаю, какой щелчок произошел. Но, наверное, он произошел после того, когда у меня начались проблемы с суставами. У меня было несколько травм ноги, так, прям на ровном месте, когда мне травматолог сказал, Лена, надо худеть, потому что, просто присев на корточке, в четырнадцатом году я себе повредила мениск. И вот на выпускной к сыну я пошла с костылями. И вот этот вот выход на сцену на костылях, наверное, все-таки был таким каким-то первым щелчком к тому, что мне надо худеть. А вторым щелчком у меня была вот эта болезнь, когда мне в пятнадцатом году поставили диагноз «рак». Для меня это был просто шок. Наверное, в тот момент я перевернулась в голове вся жизнь. Я сделала переоценку ценностей. И выйдя из больницы с положительным диагнозом, что это не подтвердилось, что это было ложно, что врачи напрасно меня пугали. И вот после операции я вышла вообще другим человеком. Вот тогда у меня просто вот все стало нам на свои места в голове. Я поняла, что надо жить полной жизнью. И именно сейчас я должна это делать. И вот тогда я началась... Да, переоценка ценностей. Да, да, да. И вот тогда я начала заниматься спортом. Я потихонечку стала ходить спортивной ходьбой по стадиону. А потом пошла в фитнес-зал. И я поняла, что фитнесом, занимаясь просто фитнесом, я похудела только на 4 килограмма. У меня вес снизился до 84. Ну, получается, уже 6, да? Где-то в общей сложности. Ну, да, с той вот большой... Даже 6... 8, получается, да? 8, да, с 92. Ну, опять же, 92, это же было критическое где-то в 14. То есть у меня вот запись есть, и я смотрю, что у меня постоянно вес плавал там 90, 88. В какие-то моменты я удавалась там 86, потом опять 90. Вот такие вот моменты. Вот этот вот самый период с 12 года до 15, вот у меня такие вот были качели. А вот потом, когда я вот уже целенаправленно худела, я поняла, что в спортзале я через спорт я только 4 килограмма, и все, и потолок. И, наверное, год у меня этот вес вот 84 стоял, и я никуда не могла сдвинуть его. Потом вот приехала моя кума, сказала, Лена, я тебя сейчас познакомлю со Светой. И она мне вот познакомила, показала твой инстаграм, мы сидели с ней, пили чай. Она рассказывала, как она проходила с дочками твоей вот марафоны. Она настолько это ярко все это описала, что мне невероятно захотелось попасть на марафон к тебе. И я вот помню, я пришла сразу на два марафона, тогда был жиросжигающий и вот кито. И сразу прямо вот с головой окунулась вот в этот процесс. Потом вот пошла сразу, сразу моментально пошла на курс. И вот где-то уже, получается, мы, да, больше года, и я придерживаюсь всех вот этих знаний, которые получила от тебя. Слушай, а на курс ты пришла с каким весом? Восемьдесят четыре с половиной. А результаты? Нет, не на курс, это я пришла на марафон. На марафоны, ага. А за марафоны я сбросила семь килограмм. Ага, это там как раз примерно чуть, ну чуть больше месяца было. Да, где-то шесть-семь килограмм я сбросила. И на курс я пришла не с целью худеть, а с целью именно удерживать вес. Я помню, что было где-то семьдесят восемь килограммов, да. Потому что я помню, что я ставила смарт-цель к Новому году семьдесят пять. И к Новому году я уже была семьдесят два. Класс. Вот, я вот помню, что, да, худелась мне очень быстро и легко. Я обалдевала от того, как это всё просто, насколько я неправильно до этого подсчитывала калории. Что это совершенно по-другому, да. Но мы тоже считаем. Но мы считаем по-другому. Мы сначала, получается, мы просчитываем себе рацион, да. Потом уже на этом рационе как бы живём. И это легче, намного легче, чем вот каждую считать, каждую конфету, каждый бутербродик, который ты закинул в рот. Причём я понимаю, что я ела всё подряд. Не ограничивая вообще, не понимая, когда что есть. Белки или это жиры. То есть я совершенно не разбиралась в этом. Поэтому у меня и постоянно был недобор белка, кстати, тогда, да. Ну, чаще всего, да, чаще всего так и происходит. Обычно, правда, у людей в углеводы всех уносят, хотя, видишь, немножко в жиры. Да, я помню, что меня уносило больше в жиры. Жиры часто были у меня на красной такой отметке. А белки всегда недобор. Это вот хорошо помню по своему, по тому планировщику, который там был. Ну, естественно, я же не читала эти статьи. И я так мельком проглядывала, что правильно, что неправильно. Но мне до сих пор, например, и сегодня трудно пить воду. Вот эта вот болезнь моя, недостача воды, она самый мой главный такой вот, с чем я борюсь. Вот, кстати, только хотела спросить. Вот что самое сложное, наверное, было на курсе? Это ведь большая такая, достаточно большая работа над собой. Ну, с дисциплиной у меня всегда была норма, скажем так. Даже если я срывалась, я тоже человек, и нормально. Это нет таких идеальных людей, которые бы не отпускали повода, да. Я могу до сих пор съесть сладкое, но учитывая, что мне приходится это ограничивать, да. Вот это было немножечко трудно где-то на шестой неделе отказа от сладкого. На шестой неделе, когда я полностью-полностью исключила сахар, вот тут у меня начались какие-то ломки, скажем так, да. Потом вот я действительно поняла причину этого, да, из-за чего это происходит. Когда мне хотелось сладкого, вот мы тогда смогли это заменить, какой-то продукции от Бумбар, там какие-то правильные сахарозаменители. Мне стало намного легче жить. Сейчас, да, в моей жизни сахара нет, в моей семье он практически почти тоже отсутствует. Моя семья с удовольствием поддерживает это. Мне очень легко было исключить из рациона колбасу, майонез, это вот всё ушло. До сих пор мне сложно просто с водой, потому что я по жизни не была водохлёбом. То есть я могу за день стакан не выпить, и для меня это будет нормально. Вот это, да, мне потому что приходится постоянно себе напоминать об этом. Постоянно, вот я на работу всё время хожу с бутылочкой. Но если я сильно увлекаюсь на уроки объяснениями, я могу эту бутылку и назад принести. Поэтому вот это до сих пор мне становится сложным, моим таким моментом, с которым я постоянно-постоянно работаем. А сладкое, как бы я просто научилась, некоторые говорят, вот трудно от сладкого отказаться. Я для себя выработала такую позицию, что нельзя себя кардинально ограничивать. Вот если мне ребёнок принёс шоколадку, да, и даёт мне её с таким вожделением, съешь, пожалуйста, кусочек, я её съем, конечно. Просто я буду единственное понимать, что не надо есть целую шоколадку там, да, или там, и продолжать там ещё чего-нибудь. Ну слушай, а если тебя после этого не уносят на месяц зажор, то, конечно, почему бы нет? Нет, 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 нет. Абсолютно нет. Нет, я умею останавливаться там, съесть какую-то там вот эту вот вкусняшку и понимать, что, ну, она мне принесла сейчас удовольствие, ну, и хватит. Вот, то есть контроль, какое-то осознание, скажем так, оно есть. Это очень хорошо, это классно. После курса, вот скажи, тяжело ли было самой продолжать? Ну, ты периодически приходила на какие-то марафоны. По большей части ты один из тех примеров, кто шёл самостоятельно после. И вот только рада у меня, ещё минус, ещё минус, ещё минус. Да, 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 я сейчас уже год я держу вес свой, держу именно вот в позиции 70-72 килограмма, туда плюс-минус. Я теперь понимаю просто, что для меня важно это взвешиваться постоянно. Это вот первое, из-за чего меня уносило в большие, допустим, большой вес, потому что у меня не было той точки отчёта, что уже пора действовать, да. Сейчас я понимаю, допустим, что от того, что я увидела плюс один килограмм или плюс два килограмма на весах, у меня нет истерики. Я понимаю, что где-то физиология, где-то там какая-то погрешность, я понимаю, из-за какой погрешности у меня это происходит, да. Я понимаю, что мне надо делать дальше. У меня постоянно под рукой рецепты с наших курсов, с наших марафонов. У меня книжка со страницами, с рецептурой разделена на 1500 калорий, отдельно на 1800 калорий рядышком. То есть, когда мне надо именно худеть или когда мне надо поддерживать. Какая похудательная книжечка. Да, книжечка моя с рецептами, куда я прямо записываю себе. Сейчас уже как-то глаз навоострился. Я уже много готовлю, допустим, для семьи, но по нашим рецептам. Постепенно, плавно-плавно мои рецепты, они перешли именно в общее пользование. Муж с удовольствием ест те блюда, которые я готовлю. Сначала он думал, что это какая-то там еда особенная. А потом, когда я начала всё это готовить на всех и даже не сообщила ему об этом. Сейчас он, наоборот, говорит, давай готовь нам свою диетическую еду на всех. Готовь на всех, говорит. Это очень круто такое влияние. И да, есть моменты, когда вот, допустим, сейчас я ставлю себе целью. Очень хочется вот увидеть. Не знаю, надо мне это, не надо. Это скорее больше уже как-то какой-то женский каприз, я понимаю. Да, да, нет, просто какой-то женский каприз 69 увидеть. Да, 6 было. Просто шестёрочку, да, вот 69, 68, вот 3 килограмма. Ну, я и сделаю это. Я тогда вот специально сяду опять на наш рацион, вот когда именно это строго-строго отслеживать. Но весы мои всегда, они со мной. Сейчас я, допустим, многие уже рецептуры просто уже даже на глаз вижу. Когда ты, там, полгода ты уже готовишь это строго взвешивая, ты уже понимаешь, какой должен быть объём мяса, там, сколько крупы это. То есть, как бы это уже так, это уже на автомате всё это, и готовится это всё. Лен, вот скажи, вспомни себя в 92, вот именно ту точку, знаешь, такую, как бы точку отсчёта, да, от которой ты оттолкнулась. И сейчас, что изменилось? Что изменилось в жизни, кроме вес? Я сама изменилась. У меня изменилось отношение к жизни. Вот я человек, скажем так, всегда стараюсь быть оптимистичным, да, всегда стараюсь как бы на позитиве жить. Но я понимаю, что позитива в моей жизни сейчас гораздо больше. Тогда сложнее было. Сложнее, потому что очень много комплексов в себе, больше борьбы с самой собой. Потому что вот это вот осознание того, что ты не такая, какой хочешь быть, да, потому что ты себя себе рисуешь в своих представлениях одной, а когда ты потом понимаешь, что совершенно ты другая на фотографиях, на тех же самых там, на каких-то видеозаписях, когда ты видишь себя со стороны именно, то ты начинаешь понимать, что что-то в твоей жизни не так. Потом, когда ты идёшь в магазин, и тебе говорят, что извините, ваших размеров нет. Сейчас я с удовольствием иду в магазин, меряю одежду. Если раньше мне очень сложно было зайти и даже просто померить, даже если мне нужно что-то купить, для меня был это какой-то, ну не знаю, стресс и расстройство. То есть шопинг для меня был казнью. Вот тогда. Сейчас я понимаю, что мне нравится даже просто взять и просто... Ну да, я померяю, я посмотрю, как я вот в ней буду смотреть. Потому что ласкают слух, когда мне говорит продавец, что вы, девушка, у вас не 48-й, у вас 46-й. Давайте я вам поменьше принесу размер. То есть вот только родитые фразы прямо вот. Ну, естественно, самооценка, она повышается. Вот уверенность в себе. Я пошла на какие-то проекты, на новые. Я, ну не знаю, у меня вся жизнь сейчас меняется просто вот на 180 градусов. Класс. И приятно, когда люди, которые тебя давно не видели, они говорят, боже мой, что-то... Ну, первый вопрос, ты заболела? Ну да, у нас почему-то вот снижение веса ассоциируется только с этим. У тебя действительно всё хорошо. Я вот тебя назад видела совершенно другой. То есть... А когда, знаешь, а вот мне интересно, когда человек весит 100 килограмм, он выглядит здоровым? Вот каждый раз, знаешь, у меня такой вопрос. Почему вот человек, похудевший, там, 60-70 килограмм, вызывает сразу вопрос, ты ей болен? А вот 100-килограммовый кажется здоровый. Здоровый человек. Я не знаю, потому что, мне кажется, это у нас национальная культура. Мне кажется, это национальное сознание. Потому что бабушка у меня была всегда маленькая и худенькая. И она всегда восторгалась, когда вот мы с мамой полнели, там, я вообще была доходяга в детстве, да. И если я вдруг набирала там вес, немножечко круглела у неё на каникулах, у неё было понятие, что вот румяная, пышная женщина такая вся в теле, с щёчками, да. И она, видимо, может быть, из-за того, что у неё был недостаток веса, она всегда немножечко завидовала тем, кто поправился. И вот поэтому у неё это было в сознании. Я думаю, что это, скажем так, из советских тех времён, когда вот было популярным тем, что там дородная женщина в теле, такая... Тогда и время, видишь, было другое. То есть такая более пышная, она действительно оказалась более здоровой. То есть она хорошо ест, да, по-любому. Но это были другие времена, конечно. Вот, и поэтому сейчас, допустим, мне нравится то, что я сейчас своей внешностью, своим образом жизни, я вижу, что я заражаю людей. У меня на работе мои коллеги начали ходить с контейнерами. Соседка у меня есть одна любимая, она тоже увлеклась этим. Подружки мои тоже. Вот как-то вокруг меня, моего окражения, я замечаю, что все как-то тоже стремятся именно к здоровому образу жизни. Мне это приятно. Более того, я тебе скажу, что ты очень сильное влияние создаёшь. Очень сильное. И я уже брала интервью у Юли. И она как раз рассказывала о том, как, говорит, созвонилась со своей подружкой. Я просто не знаю, какое именно твоё видео или её выйдет первым. Но в любом случае их все, ну, оба будет, конечно, они будут опубликованы. И это очень интересно, что вот две подруги, которые вот прошли проекты, и одна другую настолько зарядила. И она говорит о том, что я созвонилась с Леной. И говорю, Лен, слушай, у меня прям вот просто такая апатия, что всё, вот вес не идёт, он, наоборот, только растёт. И я в таком расстройстве. И, говорит, она мне сказала, куда мне нужно пойти. Она говорит, я не думала ни минуты. Говорит, у меня единственная была проблема, где найти деньги. И она нашла деньги, мало того, что нашла. Она ещё и выиграла тогда 40 тысяч, потому что она тогда победила. И ты не представляешь, насколько она безмерно тебе благодарна. Она просто, она говорит, я всю жизнь буду говорить ей спасибо, потому что действительно, ну, ты изменила её жизнь. Вот просто, знаешь, вот одной рекомендации. А это очень важно, да, это очень важно. Вот человек, вот человек, чтобы пришёл как-то вовремя в твою жизнь, да. И я переживаю вот за то, что Наташа пришла именно вот год назад. Хотя, наверное, я в этот момент была готова к этому, да. Вот, пришла моя Наташа Кума, которая вот рассказала и показала мне, куда идти, да. По сути дела, меня же тоже привела моя подруга. И получается так, что я единственное вот переживаю, что я довела себя до этих 90 килограмм, что в тот момент, да, допустим, не попался мне человек вот тогда, который мне бы сказал, да ты что творишь с собой, да посмотри, надо же что-то делать. Ну, может быть, знаешь, может быть, тогда ты была и не готова это услышать. Вот я тоже думаю, что потому что иногда сейчас ты пытаешься вот поделиться своей энергией с некоторыми людьми, а я вижу, что они отгораживаются. То есть даже имея вот эту проблему лишнего веса, есть люди, которые до сих пор ещё не могут признать эту проблему, что она действительно, она есть и она мешает. То есть они каким-то образом умудряются мириться с ней, да, принимать её, а вот она начинается тогда, вот это вот изменение, когда ты начинаешь просто понимать, что она тебе мешает, что ты уже просто жить с этим не можешь. Да, да, согласна. Видишь, и Вселенная нам говорит через кого-то именно в тот момент, когда мы готовы это слышать. Именно тогда, когда готовы, да. Я знаю, что нас будут смотреть очень большое количество людей, и те, кто прошли наши курсы, сейчас участницы с нами порадуются, вспомнят, кто с тобой проходил восьмой поток, кто был в марафоне. Да, всем привет. Да, вот. И будут те, кто ещё думают, кто уже разочаровался, возможно, кто ищет какой-то путь, но реально уже боится всего. Что бы ты сказала вот тем людям, которые только планируют ещё раз попробовать что-то изменить в своей жизни? Те, кто думают делать, не делать. Вы знаешь, вот просто тем, кому нужно вот сейчас услышать, чтобы кто-то сейчас через тебя услышал голос Вселенной. Я даже не знаю, как вот объяснить этим людям, что им это нужно. Во-первых, это в любом случае надо пропустить через себя. Надо понять, для чего тебе это надо, что ты хочешь этим, да. Либо ты хочешь жить, продолжать в этом, во всём. Есть два пути, да, остаться в том состоянии, в котором ты есть, и продолжать дальше жить, толстеть, мириться со своими какими-то комплексами. А можно немножечко себе сделать жизнь более радужной, скажем так, более позитивной. Сказать, что ты это можешь, однозначно можешь. Любой человек это может. Это несложно. Это главное просто надо захотеть. Надо просто внутри себя созреть к этому. Заставить силком привести за ручку никого нельзя. И эффекта не будет абсолютно. И любая дисциплина, она рождается вот здесь, в голове. Потому что даже если над тобой будут стоять куча охранников и смотреть, ты всё равно ночью поднимешься и положишь какой-то кусок в рот. Надо просто немножечко начать себя любить. Когда ты начинаешь себя любить, ты начинаешь понимать, чего ты хочешь. Что ты хочешь измениться. Что ты больше не можешь жить в этом теле. Что тебе хочется радоваться самой себе. Отражению в зеркале. Чтобы глаза твоего мужчины сияли восторженно и говорили, боже, какая же ты молодец. Чтобы какие-нибудь знакомые тебя на улице встречали и говорили, какая ты молодец. Я замечаю, что я сейчас чаще хожу вот именно по улице с горящими глазами, смотрю на мир, люди мне улыбаются. Потому что я иду и наслаждаюсь собой. Вот это чувство лёгкости, оно непередаваемое. Его нельзя вложить в разум словами. Его надо чувствовать. Вот это стоит того. Согласна, согласна. Это знаешь, как говорят, когда ты поймёшь, зачем, ты найдёшь множество как. Да. Если ты поймёшь, зачем тебе это нужно, ты найдёшь любовь. Вот если оглядываясь назад, я вначале настолько была загружена. Я понимала, боже мой, в моём расписании, в плотном графике, где мне спорт найти. Господи, когда я смогу это сделать. А где мне вот это вот всё готовить. А как мне всё это... Я нашла, и я продолжаю развиваться. Я нахожу время и на спорт. Я нахожу время на изучение нового. То есть, когда просто-напросто ты начинаешь переоценку ценностей. Что тебе важно, а что тебе не важно. Вот я поняла, что здоровье, красота, молодость, вот это для меня более важно, чем какие-то другие вещи. Лена, спасибо тебе большое. Спасибо и тебе большое. Спасибо тебе за то, что ты, во-первых, поделилась твоей историей, во-вторых, за то, что ты когда-то пришла ко мне, ты поверила и мне, и своей подружке, это классно. И спасибо за то, что ты реально так влияешь своим примером на, ну, это реально на большое количество людей. Я даже не знаю, нам сложно будет их посчитать. Мне кажется, пальцем мы можем посчитать только те, кто пришли и сказали, я от Лены Яшиной. Но сколько мы еще не знаем, сколько человек реально вдохновились. И это правда круто. Класс, спасибо тебе большое. Спасибо.